Всем привет! Сегодня у нас 29 декабря и сегодня у нас будет последняя видяшка в этом году. У нас сегодня будет болталочка. Болталочка по поводу того, какие у нас будут планы, да и вообще, какую тематика для YouTube-видео в следующем году. Во-первых, у нас с нового года будет парочку изменений. Я надеюсь, что эти изменения вам понравятся. Это будет больше касаться качества видео. Да, и тематика. Тематика, значит, тематика клин, допустим, у нас почти что уже и закончена. Осталось только, ну, продолжать, как бы, показывать примеры буду. То есть, примеры, они будут постоянно, потому что всегда будет такой какой-то интересный примерчик, о котором захочется рассказать, да, допустим. Какой-то эдакий клин сложный или наоборот какой-то более легкий клин, который казался бы сложным, а его раз-два я сделал, да, такие лайфхаки небольшие будут. Вот. А вот сама тематика клин, если вы только-только решили заниматься клином манги, в принципе, все видяшки, которые у меня есть сейчас на YouTube, вам их хватит вполне. То есть, остальное будет уже зависеть только от вас, чисто примеры, чистая работа, как бы, практика и, да, и набивание руки, развитие своего собственного навыка. Вот. Единственное, что я там еще по клину не рассказала, это вот восстановление каких-то таких вот более грязных сканов, которые я прямо сейчас, допустим, делаю, да. Допустим, это у нас скан печатный, черный у нас выглядел совсем как серий, я черный превращаю в черный. Я уже начала эту тематику, буду еще закончу ее, в конце концов, закончу на том, что у нас, покажу пример, там у нас была манга земляничные яйца. Это манга у нас, как бы так сказать, как бы так объяснить, ну, смотри, допустим, вот этот школьный переполох, нет, нажала, вот сюда. Школьный переполох, это манга у нас 2000, господи, какого года, 2008 года, по-моему, 2009, точно не помню, но да ладно. В общем, это манга старенькая, и когда она выпустилась, ее купили в том, в 2000 далеком году, и ее отсканировали на тех сканерах, которые были на тот момент доступны. И отсканировали вот в таком вот формате, то есть, как бы всего там максимум было 300 дюймов, 300 ДПИ было у нас, этих какого разрешения. И вот как у нас манга получилась, так она и получилась. Все вот эти серые оттенки нам нужно самим восстанавливать. Сейчас, допустим, у нас технологии сканеров гораздо лучше, и если я возьму ту же самую мангу, да, и отсканирую ее на более крутом сканере, то у нас картинка получится совсем другая. Там не нужно будет заморачиваться с остановлением вот этих вот черного цвета, нам будет больше заморачиваться заморочки с тем, что у нас будет картинка настолько четкая, что мы будем видеть каждую царапинку на этой картинке, каждую потертость, всю шелушавую бумагу мы там будем видеть. И все это дело нам нужно будет как-то красиво подать. У нас пример есть как раз-таки, у нас есть пример манги «Земельничные яйца», и про них, ну, как раз-таки на этом примере я буду и показывать. «Земельничные яйца» уже доделала, в принципе, как я это доделала, можете уже посмотреть в интернете, мангу саму. Конечно, там более, так сказать, тяп-ляп дело, да, ну, там, чтобы все-таки быстро это все-таки сделать. Если там каждую страницу идеально отредактировать, отреставрировать, то это будет очень долгий процесс. Все-таки там страниц немало, по-моему, там по 30 страниц мангу за одну главу было, что ли. Ну, в общем, да, и сами страницы большие, это самое, и да. В общем, все-таки, ну, как это сделать, я все-таки расскажу. Почему? Потому что этот навык будет вам важен, возможно, не только для чистки манги, но и если вы вдруг будете работать в этой области, ну, там, фотографии, изображения и так далее, то частенько вам, скорее всего, будут проводить такие запросы, как, пожалуйста, вот у меня есть старая фотография 50-летней давности, она там черно-белая, она порванная, она мятая, но я хочу ее восстановить. То есть вы, как этот самый техник по фотографиям, будете заниматься восстановлением какой-то фотографии. В дальнейшем я уверена, что будет восстановление, ну, будет востребовано не только восстановление фотографии, но и восстановление каких-нибудь текстовых документов, то есть какой-то там старинной газеты с иллюстрациями какой-нибудь, да, интересной. Сейчас, допустим, идет восстановление книг в плане чисто текста. Я думаю, что в дальнейшем будет востребовано также восстановление книг именно в картинках, то есть вот эти вот восстановления картиночек вам тоже, ну, надо будет вот таким же образом делать. То есть вы отсканируете его хорошо, а потом все вот эти вот потертости будете зарисовывать, заштриховывать. Вот, так что вот эти вот руки будут очень полезны в этом деле. Далее что? Далее по клину у нас еще остается тематика цветной клин. В принципе, цветной клин от черно-белого клина мало чем отличается. Я, скорее всего, там больше, как и про теорию больше буду говорить, там то, что передача цвета, там все такая фигня такая, ну, короче, малоинтересная, да. В практической части будем рассказывать, буду показывать примеры, естественно, плюс ко всему, там, не знаю, про кисточки расскажу, какие бывают кисточки в фотошопе. В принципе, для клина цветного вам одна вот эта кисточка, которая самая стандартная, она вам, ей вам будет вполне хватать, да. Другие инструменты, которые там понадобятся, это, опять-таки, тот же самый штампик, там пальчик, это самое, может быть, еще перо какой-нибудь. А, еще градиент, про градиент расскажу. Вот. А все остальные инструменты, в принципе, ну, то, как пользоваться другими инструментами, я, в принципе, уже рассказывала в уроках по черно-белому клину. Еще у меня была мысль о том, что мои видяшки по черно-белому клину, они есть в очень плохом качестве, и звук, и видео. И я думала, что, может быть, как-нибудь их переснять, но, честно говоря, пока что мне этим лень заниматься. Возможно, когда у меня будет уже побольше свободного времени, да, это самое, и, возможно, тогда я займусь переснимать эти свои видяхи старенькие, более в хорошем формате, более привлекательном формате для зрителей Ютуба. Но пока что это у нас так далекие-далекие планы, далекие мечты, даже, так сказать, будут. Сейчас хочу больше заняться тематикой Type, потому что Type мне сейчас очень нужны. У меня появилось в последнее время достаточно клиниров, достаточно переводчиков, и Type сейчас лежит по большей части на мне. Есть у нас еще два Type'ера. Один Type'ер вообще не работает уже пару лет, а другой Type'ер недавно вернулся в строй, но так, немного он все-таки делает, все-таки основную работу приходится лежать на мне. Основная работа по Type'у лежит на мне. Вот. Немного, в смысле, не быстро, не часто, вот в таком плане немного. А так он хорошо Type'ит. Вот. Что там еще, что там еще? Да. И получается, что основной Type'ер лежит на мне, а я, помимо Type'а, еще должна как-то видяшки делать, я еще хочу журнальчик сделать, я еще хочу сайтик там все-таки подработать немножко, еще куча мне дополнительных материалов, которые я хочу перевести с японского. И вообще японский, какой надо, по идее, уже подкачивать свой. Ох, короче, у меня столько всяких дел, а, да. Ну, короче, мне нужны Type'еры, мне нужны хорошие толковые Type'еры. А для того, чтобы получить хорошего толкового Type'ера, мне нужно делать видяшки обучающие, для того, чтобы Type'ер знал, что я вообще от него хочу. Вот. Есть еще вариант найти Type'ера хорошего, но обычно это очень редко получается, потому что если Type'ер хороший, то, скорее всего, он уже... Он хороший почему? Потому что у него есть опыт работы в другой команде. А переход из одной команды в другую осуществляется очень-очень редко. Вот это честно вам скажу. Почему? Потому что сейчас такие условия работы в команде, то, что, в принципе, вы как бы шило на мыло меняете. То есть, как бы, в одной команде вам не платят, вы делаете какую-то волонтерскую работу, в другой команде вам не платят, вы делаете волонтерскую работу. В принципе, какая разница, где вы будете волонтером работать? Вы уже какой-то коллектив нашли, там, максимум, может быть, какое-то вам общение в коллективе там не очень понравится. Вот по этой причине вы можете там, вот, сам, перейти в другую команду. Но обычно такие команды, где это, сам, общение в коллективе не очень такое хорошее, да, не очень позитивное, то таких команды долго не существует. Далее что? Далее что? Что там еще? А, еще почему можно перейти в другую команду? Это если другая какая-то команда занимается тем проектом, которым вы бы хотели заниматься сами. Вот такое тоже может быть причина перехода в другую команду. Но это самое, это тоже опять-таки редкость. А плюс ко всему, если такое бывает, то это бывает больше как совместная работа двух команд получается. То есть типа от вас тайпер, от нас перевод, ну или там от третьей команды еще допустим клинер. Вот это на совместная работа получается. Так, да, поэтому тайперов для своей команды скорее всего не придется обучать самой. А обучать проще, когда уже есть хоть какой-то материал, видеоматериал. Далее еще планирую все эти видеоматериалы потихоньку переводить еще и в текстовые форматы, потому что все-таки в текстографические форматы, то есть картинка плюс текст, потому что, да, потому что не все любят смотреть видяшки, не все у нас визуалы. Некоторые люди любят все-таки читать информацию, ну вот видеть информацию вот в таком формате, то есть в текстовом, текст плюс картинка. Но это уже будет касаться уже не ютуба, а другой платформы моей, это самая, моей платформы сайта digdes.info. Вот, кстати, по-моему, об этом еще не говорила или говорила про тикток свой, про тикток я свой говорила, но я не помню, еще не сказала, что я собираюсь там все-таки контент не, короче, не обучающий контент там делать, а все-таки какой-нибудь обычный творческий контент, так что можете залезть и посмотреть чисто для прикола, что я там делаю. Там мне можно идти по нику linik.d, linik.d, вот, что еще, что еще? Как бы обучающих материалов там на тиктоке будет очень мало, потому что, ну, потому что я думаю, что там смысла в этом не очень много, пока что, пока что. Возможно, в дальнейшем еще и передумаю. Так, что еще? Дальше у нас видяшки по тайпу будут, также в них будет входить в теория. В теорию будут входить различные такие интересные вещи, которые, которые для меня, допустим, интересны, и я надеюсь, что когда я о них буду рассказывать, то и вам будет это делать интересно. Вот. И еще в тайпе будем мы изучать программку InDesign. InDesign это программа для лейаута. Лейаут по-русски не знаю, как будет лейаут. Ну, в общем, когда вы оформляете какие-то там журналы, какие-то там брошюрки, да и вообще всякие там какие-то рекламки, то же самое можете это самое оформить в InDesign. В принципе, есть куча аналогов бесплатных по InDesign. InDesign это тоже от фирмы Adobe. То есть, тоже самое, что и Photoshop, только для текста, по большей части. Получается, там вы картинку, допустим, сделали в Photoshop, а это самое, впернули в InDesign, наложили на нее текст. В InDesign просто работа с текстом, вот эта вот штука, вот этот инструментарий, она гораздо более лучше. Вы видите вообще, что это показывает, да? Секундочку. Вот это вот, да, это вы видите. Вот этот инструментарий по тексту, он в InDesign гораздо круче. И на нем лучше гораздо объяснить всю теорию. Теорию тайпа, теорию шрифтов и так далее, и так далее. Но это будет уже в следующем году. Вот. Плюс ко всему я еще недавно, ну как недавно, сегодня, сегодня с утра, это самое, проверила, уже посмотрела весь материал видяшек, которые у меня были записаны давно. То есть, как бы, я периодически описываю видяшки, которые не выкладывала в YouTube. Ну, просто такое, так получается, что не успеваю обработать весь материал. И, допустим, у меня есть материал, который датирован 2015 года. Я тогда еще стримы вела даже, представляете? Я вела стримы когда-то. И у нас видяшка, она вот в таком вот маленьком вот окошечке. И это самое, часть информации, я ее выложу в этот самый в YouTube в следующем году. Ну, допустим, есть у меня какие-то вещи, которые можно просто ускорить, и будет такой, как бы, спид-арт такой небольшой, да? Спид-клин, спид-тайп или что-то там в духе. Вот. Частично еще будет там с комментариями что-то будет рассказано. Ну, в общем, да. Есть у меня еще видяшки за 2019 год, конечно, более такие свеженькие. Ну, в общем, да, посмотрим, что получится. Ой. И да, так что в следующем году, где-то первые пару месяцев, у меня будут выходить видяшки из прошлого. Плюс еще парочку новых их будут вмешиваться туда. То есть, как бы, все-таки не все старые видяшки будут пару месяцев идти, а еще парочку новых информаций тоже все-таки впихну. Ну, в смысле актуальной информации. Ладно, давайте на это пока что закончим. В общем, такие планы на следующий Новый год. Всех с наступающим, всех праздничного хорошего настроения и всего самого хорошего в Новом году. Встретимся именно там. Все. Счастливо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова